Комиссии зависли в группе Комиссии зависли в группе, банки и ритейлеры не могут договориться о тарифах на эквайринг Газета коммерсант номер 63 от 10 апреля 2019 года, СТР 8. Проработка вопроса о снижении размера комиссии за эквайринг вернулась практически к начальной точке Прошлое предложение, разработанное ЦБ и платежными системами, вызвали недовольство ритейлеров Так как их мнение не было учтено Сейчас при Ассоциации России создается рабочая группа, но ритейл считает работу этой группы формальной Боится, что их пожелания не будут услышаны вновь, и грозится вернуться к вопросу о госрегулировании эквайринга Во вторник состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам оптимизации комиссии за эквайринг при Банковской Ассоциации России По словам источников твердый знак, на встрече присутствовали не только представители банков, ассоциации торговли, главы платежных систем, но и представители профильных департаментов Банка России, ФАС, Минпромторга Рабочая группа была создана после недовольства ритейлеров прежними предложениями по снижению комиссий, которые в середине марта были отправлены вице-премьеру Дмитрию Козаку Они не учитывали интересы ассоциаций, лоббировавших этот вопрос многие годы, а также были составлены без их участия Изначально ритейл настаивал на заимствовании опыта Евросоюза, где комиссия Interchange благодаря госрегулированию составляет 0,3-0,5%, что во много раз меньше, чем в России Представителям розничного бизнеса удалось добиться поддержки президента Владимира Путина Он поручил правительству проработать вопрос о снижении комиссий В ходе дискуссий торговые сети согласились, что проблему можно решить и не вводя регулирование Однако консолидированные предложения, которые легли на стол Дмитрия Козака 20 марта, были разработаны в действительности ЦБ и главами основных платежных систем Снижение комиссий затрагивало только аптеки, образовательные организации, автосалоны Эльвира Набиулина, глава ЦБ, 2 апреля 2019 года Надо продолжать обсуждать ситуацию, находя баланс интересов и поддерживая рост безналичных расчетов В то же время, чтобы интересы и потребителей, и торговых ассоциаций были учтены Как пояснял недавно вице-президент Ассоциации России Алексей Войлуков Именно как полноценный документ, где все поставили подписи, такого не случилось Мы также договорились, раз не получилось документ полноценно подписать Так как Аккорд, Ассоциация Компании Розничной Торговли, Твердый Знак, и Акит, Ассоциация Компании Интернет Торговли, Твердый Знак Это не устраивает создать рабочую группу на базе нашей ассоциации Куда в том числе войдут представители этих ассоциаций, и продолжить дальнейшее обсуждение, пояснял он Во вторник господин Войлуков в беседе с Твердый Знак добавил, что рабочая группа это дискуссионная площадка Если в итоге придем к какому-то согласию, то участники сами будут внедрять эти решения, пояснил он А это все крупнейшие банки, платежные системы Источник Твердый Знак в сфере ритейла утверждает, что целый квартал новая рабочая группа будет разрабатывать собственный регламент Еще один квартал изучать размер комиссий на рынке По его мнению, вся проблематика, в том числе и реальные комиссии на рынке, известна всем участникам дискуссии Поэтому группа, вероятно, создана лишь для того, чтобы продемонстрировать диалог Если работа действительно будет идти в таком направлении, то мы будем вынуждены вновь вернуться к вопросу о госрегулировании эквайринга Отмечает собеседник Твердый Знак Один из собеседников пояснил, что на встрече банки выдвинули условия, что снижение комиссии возможно, если ритейл обоснует его необходимость математически, раскрыв структуру своих доходов Помимо этого, позиция банкиров состояла в том, чтобы снижение комиссии прямо сказывалось на росте безналичных платежей Это компенсирует им потери При этом финансисты пока не выдвинули конкретных предложений Официально участники встречи отказались комментировать ее содержание, так как стороны договорились о неразглашении информации От комментариев отказались Аккорд и Акит, а также крупные компании вроде М.Видео Профильные ведомства также не ответили на запрос Твердый Знак Эксперты считают, что прежние предложения действительно имели ряд проблем Договоренность может нарушать антимонопольное законодательство, так как будет являться горизонтальным сговором, считает директор карт Стандарт Майя Глотова Крайне сложно выделить ограниченное количество социальных сфер, получающих льготы Для любой сферы можно обосновать ее важность При этом, по ее мнению, достичь договоренности будет крайне сложно Любое решение будет ущемлять одну из сторон Виталий Солдатских, Ксения Дементьева, Вадим Арапов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!